Всех приветствую на канале по ремонту и обзорам швейных машин. Наконец-то дошел черед и до Лады. Тут такая предыстория. Эту машину купили у меня в свое время. Люди живут там за 300 верст в районе, далеко. И случилась такая беда. Ну, хозяйка была прям влюбилась в эту машину, ну все. Как родная. И тут беда случилась, как там, что, я не знаю. Но по то, что ее уронили. Вот следы. Видать, упала вот так, но поддон целый. Вот это, наверное, часть приняла на себя удар. И я так вот мыслю, винты, винты. Вот я сейчас покажу. Посрезала винты, но тут все-таки пуд веса. Еще неизвестно, куда она упала. Может быть, на что-то такое совсем жесткое. Типа бетоном. Вот, винты посрезала. А это что у нас? Это я не знаю, откуда винт. Ну вот, вот осталась головка. Ну там винты уже подобраны, все. И вот второй тоже срезано. И, видимо, винты посрезала. Но это так, моя версия. И сместилась. И вот этим местом, как мы видим, что случилось-то. Это предыстория у меня длинная. Вот, видите, что случилось. Лопнула рамка. То есть, все. Ну, тут заменить недолго. Было бы на что. Тут тоже отдельная история. Вот, видео было анонса. И там я сказал вскользь вот про эту ладу. Но человек буквально откликнулся. В этот же день, наверное, как видео вышло, что я обмолвился, что рамка. Все. Посылочка у меня. Отдельное спасибо Алексею Николаевичу. С города Уфа. Все. Он буквально очень оперативно. Несмотря на выходной, он нашел там способ отправить мне. через дежурную, там, главпочтамт или как. Ну, дело в том, что вот. Заменить тут дело на 10 минут. Упаковочка очень качественная. Ну, вещь хрупкая. Все-таки чугунина. О! Видите? Еще. В трех слоях упаковки. Ну вот. Это же то, что нужно. Красота. Меняем. Для замены надо снять верхнюю крышку. Здесь вот ось. Вот здесь фиксирующий винт. Ось снимаю. Вверху крепление рамки. Здесь второе крепление. Вытаскиваю. Ставлю вторую. Ну, тут. Элементарно. Ослабил. Теперь выбиваем ось. И тут вот еще, я не знаю, как тут загадочно сделано. Я думал, здесь сквозная, а тут как сквозная. Тут проходит шток лапки. Как мне выпить эту ось-то? Что-то... Ну... Выбью как-то, вытащу ее. Сейчас будем посмотреть, как тут. О, пошла. Оп. Вот так. Еще мне здесь показалась резьба внутри. Ну ладно. Извлекаем обломок. Да нет? Ну, тут. Вот так вот. Короче. Так. Угу. идеально все идеально обработано но чехи у них не хуже чем у немцев машины сделаны да и вообще техника у чехов на высоте красотища все подходит тут класс обработки высочайший так последнее крепление падает а конечно дешево совпадет все на месте ну и все отложение все чистить машина тоже старая довольно таки 60-х годов а а а а а а а вот единственное мне вот эта вот крышка не нравится она на проводах болтается но а куда же ей девать зато тут защитный экран выполнен из толсте будет тепло хорошо отводить от лампы может быть кто-то не видел какой тут ремень шикарный он ну два веритасов ских ремня я ни разу не видел чтобы владе было что-то с ремнем ну смотрите какой вечный практически хоть это же текстильные нитки тут стоят так что это у нас такой лифтец надо устранить вот запорную в том втулку два винта и сдвинуть ее и люфт уйдет кстати она наконец-то наступил на горло своей жабе и выписал себе ударную отвертку хорошую отверточку потом покажу если интересно вот вот этой же фирмы вот форс отличные отвертки у меня тут она не одна вот есть вот есть форс отличные отвертки так что еще одна будет из этого же семейства все люфтец убрали небольшая чайная пауза тут опора рассохлась отлетела все пускай больника постоит схватиться клей вот такой я применяю ну что ж ничто не мешает нам теперь окончательно завершить с этой машиной все действия наши крышка здесь вот металл посмотрите какой он толщины миллиметров наверное пять а то и шесть ну поэтому она пут и весит а вес как мы знаем это отсутствие вибраций стабильность стоит как вылетая пост все отлично звук строчка идеально все отлично все отлично что это Продолжение следует...